леонид сейчас парням по делу сети дали очень большие сроки и все это строгий режим почему именно такой приговор приговор такой какое заслуживает общество наше российское если мы терпим весь этот беспредел значит будет такие сроки для того чтобы запугивать недовольных людей но я сразу хочу оговориться что я ни в коей мере не оправдываю какие-либо проявления терроризма террора изучив вот эти материалы дело скажем так которые были в сми и со стороны обвинения предоставлены то что журналисты писали довольно подробно я все-таки считаю что ребята не виновные полностью конечно есть надежда что еще будет вторая инстанция что там удастся как-то их оправдать вот может быть сроки хотя бы снизить но это обычное продолжение тех репрессий которые начались очень давно в россии вот закручивание гаек спецслужбы работают на опережение по всей видимости в том числе ожидая что будет всплеск социальные из-за недовольства состоянием экономика то что будет более массовые протесты и поэтому таким образом запугивает устраняют более активную часть общества насколько мне известно ребята арестовали еще в семнадцатом году и дело продолжается получается вот уже два-три года если бы действительно вина была и обувить быстро доказали когда приходится все стряпать все сшивать белыми нитками и все разваливается и все подгонять вплоть там не знаю там до каких-то аудиозаписи там же выяснилось что свидетельств на аудио носителях их как таковых нету единственное аудио там принадлежит сотруднику значит силовых структур фсб который был внедрен якобы в эту группу сети и вот он на своем компьютере все это стряпал если бы доказательная база была полная и не завал не вызывала никаких сомнений то скорее всего да вынесли бы приговор но раньше они может быть такое что здесь сотрудники просто пытались выслужиться получить лишние звездочки на погоны но не было какого-то серьезного заказа сверху одно другому не мешает там есть некий план до по раскрываемости там преступлений в россии по моим данным именно из-за того что глава пензенского областного фсб там у них новенький пришел решил выслужиться и это была его инициатива по его указанием со стряпали подобное дело правильно ли я понимаю что такой план существует конкретно по политическим делам ну сложно так сказать но я думаю что раз существуют эти все структуры по борьбе с экстремизмом так называемым да всякие отделы фсб и в мвд то соответственно есть и какой-то план не могут же они работать в ноль ведь посмотрите вот такие дела экстремистского характера ведь чаще всего там присутствует внедренный агент который всю эту доказательную базу находясь внутри этого сообщества сам ее и формировал вот то есть он допустим там разжевывал какой-то постулат ребята лучше давайте там обсудим этот вопрос там не знаю там штурм зимнего какой-нибудь все там ну давайте обсудим да получилось что они там не просто обсуждали какую-то абстрактную вещь даже не теоретическую просто абстрактную вещь какую-то а получилось для следственных органов что они вынашивали планы леонид вот сейчас очень много говорится о пытках как раз могли ли действительно ребята с этим столкнуться будучи политическими заключенные слушайте что значит могли вот я когда освободился написал эту книгу это полная инструкция по не только по выживанию в тюрьме для политического заключенного но и по большому счету инструкция для того как не попасть в тюрьму значит пытки в российской так называемой правоохранительной исполнительной системы это обычное явление повседневно тюремно исправительной системы в том числе следственных так сказать органов которые фабрикуют дела в том числе ну прежде всего наверное такого характера да не только такого потому что пытают на самом деле всех многие пытаются осуждать или думают что вот я бы вытерпел бы ничего подобного в 99 процентов случаев никто не вытерпит у них так все отработано все механизмы пыток у меня была такая ситуация там с меня требовали терроризм признать проще проще меня двое суток пытали эмоционально психологического давления там долго связаны по рукам и ногам в одной позе сидишь в каком-то темном холодном подвале никто не знает где ты находишься есть пить не дают спать не дают но чаще всего это спецслужбы применяют пытки током это противогазы водой пытают но чтобы не не оставлять синяков угроза изнасилования в основном это зэки которые работают на администрацию которые сидят в тюрьмах и поэтому под это под это тоже как говорится многие ломаются признают вину даже даже если чего-то не делали мне начинают писать там незнакомые люди в том числе да даже если и уши какие-то знакомые что же вы там неправильно всю эту борьбу ведете надо уже переходить к другим методам там и ребята как только вы соберетесь вдвоем или там втроем и только вы подискутируете на тему того что на каким там на данным методом переходить докладная записка у бортникова будет сразу же на следующий день ничего лучше ленинского подхода на сегодняшний момент история еще не придумала во всяком случае для россии поясните пожалуйста насчет ленинского знаете знаменитую фразу мы пойдем другим путем когда владимирича ленина значит казнили родного брата он для себя принял решение что они действовали неправильно народовольца что нужно идти другим путем другой путь это работа с массами и вот когда многомиллионные массы граждан будут активно проявлять недовольство действующей власти активно и осознанно когда они будут понимать что собственно говоря происходит в стране от чего это началось куда это идет и и чем это грозит все только тогда можно задумываться о каких-то более таких жестких действий без работы в массах без агитации пропаганды без выстраивания мощных общественных движений которые в себя вбирают гигантское количество различных в том числе организаций с мертвой точки не сдвинешь никакими там не знаю там бтрами или двустволка своей ничего вы с этой властью не сделаете вас просто покажет по всей стране какой вы негодяй вот там причинили какой-то вред обществу там и прочее прочее и от оппозиции еще в большей степени отвернется народ леонид получается так что сейчас за политзаключенных некому заступиться нет какой-то серьезной оппозиционной политической силы и да и нет то есть понятно что если бы не было совсем ничего то скорее всего и были бы уже другие статьи скорее всего скажем так многие политзаключенные ну либо там почти все умирали бы в той же системе в син в тюрьмах может быть счетом до приговора уж после приговора сто процентов то есть убить человека там в этой системе в тюремной вообще нету никакой сложности поэтому все вот эти передачи публикации в сми все эти акции солидарности апеллирования к международному кстати говоря праву международные институты это может быть суд по правам человека он либо европейский суд по правам человека все это дает результат но понятно что не не такой как нам хотелось бы действие власти равняется нашему противодействию вот выйдет завтра миллион человек на площади москвы все эти ребята будет отпущены сразу все понимать все до одного будут отпущены на свободу сформулировка еще и судей посадят